Привет, меня зовут Даша. Смотри, что у меня есть. Женская магия. Ну, видео я, конечно, не об этом хочу снять. Помнишь, как-то не так давно, где-то месяц назад, я снимала видео, в котором показывала, видео, которое я снимала для своей напарницы, пока ей не было, пока она отсутствовала. Не так давно, на основном, побывала в отпуске, вышла буквально вот только неделю назад, и у меня накопилось видео. Я хочу опять с тобой им поделиться. Привет, Верка! Сегодня первый день. Утром началось шикарно. Вхожу в здание. Тормозит меня вовтер, что знаешь, такая с короткой прической, стройная, всегда клево так одевается, аксессуары туда-сё. Короче, у Клавы появился конкурент. Она заинтересовалась за него. Спрашивала, как его зовут, тогда села про него, выясняла. Верка, ты представляешь, Анька родила, дочку назвала Машка, когда, 21-го родила, в субботу, сегодня понедельник. Вот так, ты представляешь, а мне сегодня приснилось, как будто я, это, как будто Танька рожает. Я прихожу на работу, ну, как бы, я вам все рассказываю, и тут хоба такая, Ленка заходит, такая говорит, Танька родила в субботу. И пошли, вообще. Блин, ну, как и такой клев, вы ежедневно подарили ей с Бербанком, мне бы им захотелось быть бухгалтером, кассирным целую минуту. Я вообще в шоке. Я на обед, ну, еще не закрываю, ждем Ольгу, у которой секретарь. Ну, я повесила вот два листа формата А4, у которых написано, что это тоже, обед. Заходит женщина. Крит. Здравствуйте, я говорю, здравствуйте, у нас обед. Она такая, ой, мне только собрать, а мне только поясе отдохнуть. Она, ну, пожалуйста, давай, ну, ты знаешь, как она делает. Я говорю, блин, закройте с той стороны. Она, чтоб комок у вас в горле встал. Вообще, она, я ее запомнила, да. И, ну, знаешь, почему я не люблю закрывать дверь в кабинет? Потому что, блин, когда я начинаю от нее стучаться, я у меня, я не знаю, что-то не факт случается, пугаешься, блин, елки. Вообще, капец, по-кинув, по-честному. Ира, вот это прикол. Приходит человек, я ему задаю выплату. Или кто на адрес есть? Ответ. Здесь его пока нет? Ира, у меня только что была ясновидящая. Короче, сидит у меня девушка. Дверь открыта. Видно, что я занята. Она заходит к себе домой и говорит, подождите, пожалуйста. Вообще, я никак своего раздражения не выдала, честно. Когда настала ее очередь заходить, она заходит, она дважды извинила, что она меня потревожила, во-первых. Видимо, она как-то уловила мое раздражение. Во-вторых, она когда зашла, она сразу спросила, что вас же Дашенька зовут, да? Я такая на нее посмотрела, я ее вообще не знаю. Говорю, да. А вы откуда знаете? Она говорит, мне сказали. И я вообще даже не сразу поняла, что она имела в виду, что ей не люди сказали. Она хоть работала, да. Вот. И третий момент. Она, ну, вот сказала, что вот вас ждут большие очень извинения к хорошему, в хорошую сторону, очень скоро. Я говорю ей, ну, будем надеяться. И она, причем тебе еще сказала, что вот та черташенькая. То есть вообще прям... Ну, вот то, что она и имя мое увидела, и вот это вот мое раздражение, это была ясная вещь. Она была рыжая. Короче, еще кто-то сила, но мы уже приехали, так что... Вот, я надеюсь, тебе это все понравилось, и ты поулыбалась, и я тебе подняла настроение. Вот, так что я хочу пожелать тебе, чтобы у тебя всегда было чудесно с положением духа. Воспринимай все совершенно события, в том числе, конечно же, негативные, с чувством юмора, с улыбкой на лице, тогда все будет хорошо. Я обещаю. Пока. Короче. Ты же помнишь, у меня на работе стоит целая батарея спрея для самых разных частей тела? Я иногда, пардон, приходя на работу, шикариваюсь, ну, дезодорантом. И вот не прихожу, в запарки, хватает дезодоранта, просто думаю, что это как-то странно, у меня дезодорант без запаха. Смотри, что я попрыскала. Хи-хи-хи.